Хочу побеседовать с вами о силе Нового Завета. Написано, ибо Царство Божие не в слове, а в силе, говорит апостол Павел Коринфянской Церкви. В период Ветхого Завета Слово Божие звучало к человеку в виде требований закона. Так написано. Живое Слово Божие, посланное человеку в виде закона, требовало от человека, от израильского народа исполнение воли Божией, но не давало для этого силы и не приводило к получению Духа Святого. Ценой собственных усилий и стараний человек должен был достигнуть праведности от закона. На первый взгляд, друзья мои, может показаться, что есть в этом какое-то несоответствие, так как Ветхий Завет – это также ниспосланное, являлся ниспосланным, живым Словом Всемогущего Бога. Прошедшая эпоха, включающая в себя тысячелетия, показала, что собственными усилиями мы не в состоянии и не можем исполнить требования всесильного Бога для достижения святости. Но Царство Божие, принесенное нам, данное нам Иисусом Христом посредством Нового Завета, заключено в силе, то есть в силе Божьей заключено. И сила Нового Завета – это сила Духа Святого. Эта сила необходима нам с вами, друзья мои, и она не спослана нам с вами в виде Духа Святого. Именно Он, то есть Дух Святой, и приносит Божью силу в нашей повседневной жизни. Любое служение Богу без силы Духа Святого сводится к служению Ветхого Завета. Одновременно с этим скажу. Только Дух Святой несет человеку силу от Бога. Написано, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Это сам Иисус Христос сказал своим ученикам. Дух Святой – это непосредственно та личность, дающая нам силу через принятие нами верою Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Когда Христос поселяется в сердце человека, тогда все Христово передается Ему, то есть нам передалось. это единственный путь, это единственный путь для получения и постоянного пребывания нас в силе Духа Святого. Его сила дает нам возможность и, добавлю, и способность жить по воле Божией. То, что Господь просит от нас. И вне силы Духа Святого мы не в состоянии стать участником служения Нового Завета. Без силы Духа Святого человек не сможет быть настоящим и эффективным свидетелем Иисуса Христа. Под влиянием Духа Божия наши тела, друзья мои, становятся мертвыми для греха, а Дух наш становится живым или живым для праведности. Апостол Павел говорит, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Чем больше мы возрастаем в Духе Святом, тем более полно в нашей жизни проявляется то, что написано, тело мертвого для греха, но Дух жив для праведности. Если в период Ветхого Завета Слово Божие, звучащее к человеку, предъявляло ему особое требование святости, но не давало сил ему для исполнения этих требований. Но в период Нового Завета, друзья мои, человеку посылается необходимая сила от Бога для исполнения воли Божьей. Написано, «Ибо Царствие Божие, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Кстати, апостол Павел в послании к Римлянам в 14 главе об этом говорит. Праведность, мир и радость в нашу жизнь, в вашу жизнь, друзья мои, приносит Дух Святой. Других путей для получения этих трех очень важных компонентов просто не существует. Эти три истины, великие истины, это то, чем мы служим Богу, находясь в период Нового Завета. В Ветхом Завете человек должен был достигнуть и достигать праведности своей путем исполнения закона Ветхого Завета. Помните, Моисей, кстати, сказал, «Всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сие, все сие заповеди пред лицом Господа». Во Второзаконе, по-моему, в шестой главе написано. Но в перевод Нового Завета праведность к вам и ко мне, она приходит в нашу жизнь с принятием верою Иисуса Христа и получением Духа Святого. Настоящим и неподдельным в служении ближнему и в служении Богу является только то, что исходит от Духа Святого. И лишь только это будет угодно нашему Господу. Только в Духе Святом человек делается способным служить Богу по воле Его и служить Богу в праведности и в истине. В период Нового Завета, друзья мои, мы служим Богу не делами закона, а любовью. Любовь же, в свою очередь, посылается в наши сердца Духом Святым. Написано, потому что любовь Божия излилась в сердца Духом Святым. Апостол Павел Кремлин об этом пишет. Именно эта любовь, которая исходит от Духа Божия, она и является основой и основной силой для служения Богу и нашим ближним и даже дальним. Новозаветнее Слово Господне. посылаемое человеку дает нам силу прощения грехов и жизнь вечную. О своем служении апостол Павел, кстати, некогда сказал, мы служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом и не на плоть надеющиеся. Филиппийцам, кстати, он об этом говорит. Исходя из этих мест Писания, наш успех и сила для служения сокрыто также в Духе Святом. Наверное, даже больше вам скажу, больше того. Все, чем бы мы не желали обладать и что необходимо для нашего служения, сокрыто в Духе Святом. Об этом неоднократно и конкретно апостол Павел говорит. Послание, кстати, Коринфянам, он говорил так некогда. Но способность наша от Бога, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, запятая, не буквы, но Духа. Насколько велика Его милость к вам и ко мне, к тем из нас, из вас, друзья мои, кому Он дал способность служить в период Нового Завета, находиться в этом Новом Завете с Ним. Будьте благословенны. Герои, Харь, Герои, 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 эхюни,